Добавляем последнего участника, Дарью. Дарья, как тебя зовут? Привет! Меня зовут Дача. У нас суперливень, короче, я тебя в наушниках слушаю, я на Бали. Смотри, вообще просто... Класс! Вот так все заливает. У меня 8.40 утра, я завтракаю, короче, тебя слушаю. Я тебя обожаю. Так, давай вопрос. Какой вам вопрос? Да, сейчас у меня остро стоит вопрос с загранпаспортом, который у меня пропал в России вместе с РФ паспортом. Я обращалась в агентство, когда была пандемия, потому что наше посольство было закрыто, чтобы не вылетать из страны. В итоге меня мурыжили, мурыжили, ничего не сделали, и сейчас непонятно, придет ли мне сюда паспорт русский, и получится ли в посольстве сделать загранпаспорт. Если пропал звук, то решится нахождение здесь. Да, я сейчас в данный момент не хочу лететь в Россию, хочу лететь летом. И у меня сейчас очень много планов, которые я начала реализовывать, именно с этим местом связаны. Что мне поможет остаться на Бали? Да, что мне мешает оставаться на Бали? В каком состоянии находиться, чтобы я была на Бали? Желание быть на Бали, правильно? Да, и здесь сейчас проекты, которые я реализую, но, соответственно, съемки, ребята, с которыми я работаю, все здесь. Я буду на Бали, правильно? Что чувствую? Так, что чувствую? Ну, такой бешеный парень, который играет на гитаре в лесу. Так, ну, короче, он отрывается, неважно где. Драйвоид. Драйвовый, короче. Драйв ловит. Так, это бегемот зимой? Или что это? Там еще какие-то непонятные... Жучки. Жучки, да. Так. Вообще-то он на Бали и вспотел. А, испарено. Испарено, хорошо. Значит, блин, вообще какой-то никакого реагирования. Короче, он чилит на самом деле, все у него хорошо. Правда, подспотел, но, в общем, пьет коктейльчик, крабики его не парят. Короче, его как будто ничего не парит, он чилит по полной программе. Так, его парит. Посмотри, как его парит. Он просто запарился, ему так жарко. Вот, да. То есть, его жестко парит, но он, типа, делает вид, что этого не происходит. Продолжает делать то, что делает. Ну, это прям, да. Парит. Окей. Так, мальчик со скрипкой. Так, интересно, был мальчик с гитарой сейчас со скрипкой. И они, короче, что этот, что тот мальчик играет для одного животного как будто. Там была какая-то сова, а здесь бурундычок. Но на самом деле он расслаблен. Он в природе, он в спокойствии. Короче, он как будто такой размеренный, размеренно делает музыку или свое творчество. Так, это уже картинка выпадала. Это как будто... Для меня это не женщина уже с прошлого этого. Как будто это вирусы, а это иммунитет. У меня вот такое вот считалось. То есть, есть вирусы в организме, а иммунитет их, ну, убирает из организма, чтобы организм хорошо работал. Заметила, у нас сегодня весь вечер одни и те же карты выпадают. Вообще много раз. Карт очень много. Видели мою пачку? Они вот так вот у меня по столу тысячу раз перемешаны. Как можно так достать? Так, мальчик без глаза, с лопатой. Ну, наверное, пошел кого-то закапывать. А что вот здесь вот голубенькое, не могу рассмотреть, или бирюзовое? Лопату держит и портфель. А, это портфель. Ну, он, короче, как будто что-то совершил и на споке это спрятал. Вот, и спокойненько идет. И все они в лесу почему-то, в природе. А что чувствуешь еще? Ну, что он доволен, что он скрыл. Как будто такой он немножко надменный. Опять это... Да, 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 да. Ну, я здесь тоже типа праздник чувствую, но вот эта вот летающая тарелка... Мне типа непонятно. Да, типа мне непонятно. Она то ли забирает, то ли подселяет сюда. Ну, то есть непонятно туда или обратно, короче, это действие идет. Но все как будто ничего не происходит вот этого непонятного действа. Все-таки радуются, наслаждаются на каком-то празднике. За спиной они видят происходящего. А там что-то страшное, что ли, творится? Нет, это не страшное, но это... Творится, но что... Что-то необычное, да, но что-то необычное происходит. А, может быть, кстати, они и празднуют, что их сюда, типа, заселили. Так, опять женщина с изобилием. Я все разбирала, даже записывала сейчас. Это спокойствие, что ты на своем месте, растишь свой сад, что есть, как бы, место, где можно вот, как бы, уют вот этот ощутить, и что все спокойно в этом месте. Можно... Ну, вот для меня просто выращивание цветов это такой, типа, долгоиграющий процесс, что вот прям нужно их поливать, ухаживать, и что это вот не быстрые какие-то действия, а вот, ну, вот место, там долго находиться, регулярно нужно какие-то делать штуки, позаботить об этом пространстве, уют получать. Так, это какой-то... Ага. Это динозавр, и человек тоже в передничке с вилками, да? Плохо. Человек просто поет. А, человек поет. Человек поет. А этот, типа, его хочет съесть и радуется. Хотя непонятно, может, он сам в супе, который можно съесть, а не этого человека. В борще. Вот. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. Ну, мужчина поет. Этот... Как будто, типа, да-да-да, ты попой, попой, поразвлекайся, но я скоро слопаю. Может быть, он пытается, чтобы его не сплопали спеть, проявить свой талант. Не знаю, как это проявить. Офигеть! Опять. Ну, видимо, у нас коллективные шаблоны насчет этих карт. Я серьезно не знаю, как оно вытянулось. Вот потому что, смотрите, они у меня вот разложены вот так. Я не знаю, ну, как бы, неоткрытыми рубашками вытягиваю. Как? Да. Одни и те же карты. Может... Да, может быть, мы все, типа, подсвечиваем с разных сторон одну и ту же штуку. Мои шаблоны. А. Так. Ну, это... Как это? Колыбель. Ну, в смысле, вот где послеродовое место, ну, для меня, где вот детей укутывают, и они там лежат перед тем, чтобы, ну, их там маме отнести, покормить. Вот как это называется? Я не знаю, у меня детей нету. Ну, когда вот после родов детей... Что чувствуешь при этом? Проверяют. Как будто они еще вообще не втыкают, что будет происходить, и что мы тут сегодня такие собрались, укутанные, просто наблюдают. Ну, то есть, как будто у них сейчас есть возможность просто наблюдать. Так, это торт, и это что, типа, глаза? Или что это? Да, глаза? Ну, какой-то типа а-ля Хелвин из серии, что... Ну, нет, наверное, это какие-то букашки, которые пришли на сладкое. У меня уже тут вот с Бали. Типа, есть вкусняшки. И вот эти вот букашки пришли тоже полакомиться. Так, будут необычные вопросы. Ну, во-первых, давай начнем, что мешает тебе остаться на Бали. твои шаблончики. Типа... А, отрываться и драйвовать, и типа, и пофиг где, да? Это тебе мешает, если ты будешь вот так вот делать. Угу. Взяться за ум? Угу. Делать вид, что не парит, а на самом деле парит. Принять сначала ситуацию, чтобы разобрать ее, потому что ты реально делаешь вид, что тебя не парит. Нет, ты беспокоишься, но ты ничего для этого не делаешь. Ну, не разбирайся тут. Разбиралась? Разбирают три или четыре месяца. Мне по старому паспорту продлевают визу полгода. Как можно так? Полгода. Я не знаю, как так можно. Но каждый раз случается какое-то волшебство, и иммиграшка идет навстречу. Но тот паспорт не приходит. Ну, типа, они тоже ждут, ну, где, ну, где. Ну, окей, типа, еще месяц продлим. Вот. Но, как бы, я разбиралась у тебя на марафоне. У тебя не парит. Вот оно присутствует. Где-то что-то ты делаешь вид. Вот, может, ты одно разбираешь, а вот действительно весомые какие-то причины, которые ты считаешь, что они тебя не парят, вот они, тебе надо их найти. Тебе надо искать твои весомые причины в том, что тебя не парят. Но оно есть. Я не знаю, ну, как бы, всей ситуации, но надо рассмотреть. еще вот тебя не парят. Ой, не парят. Парят еще как. Мешает вот это состояние. Опять же, что это? Театр для кого-то? Ты ради кого-то делаешь свою деятельность на Бали? Или для себя? Ну, мне кажется, для кого-то. Да, 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 да. Ну, я типа из тех фанатиков, кто спасает и делает пользу миру, все такое. Вот это тебе мешает остаться на Бали до тех пор, пока ты будешь желать там чего-то кому-то что-то, кому-то. Вот. И ты кто? Мешает. Как иммунитет, который, типа, убивает эти бактерии, вирусы. И как ты бы это расшифровала? Почему тебе это состояние мешает? Ну, потому что нету бактерий, вирусов, все едино. Это как, типа, определишь, так и будет. То есть тебе надо отключить борьбу. В каком состоянии ты должна быть? Хитринка какой-то? Кто-то утаить? Понимаешь что? Я, например, не знаю. Да, да, да. Быть более загадочной, не такой, типа, какой-то, орать обо всем на свете, как вот тот мальчик в лесу. Да, 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 да. Вот он. А этот тоже в лесу, но... Я не могу ничего орать. Все прошлое уже ушло, и его вообще не было. А будущее я еще не знаю, о чем говорить. И такое, типа, то, что он без глаза, это как будто такой, с опытом такой уже. Ну, это ресурсное состояние. Еще твое ресурсное состояние, когда ты находишься в празднике и не понимаешь, что происходит. Ну, то есть, я не знаю. Ты такая, я не знаю. Я не знаю. А, это когда, типа, я не знаю, как это реализуется, но оно реализуется. Ну, и плюс еще состояние внутреннего праздника, да, что, да, я не знаю, и что там происходит, меня тоже не парит. Мне, вот знаешь, что сейчас пришло? Тебя парит вот эта ситуация, которую нужно отпустить, да, чтобы тебя не парил праздник. Вот здесь не стоят проблемы, ну, получается, а отпустить с такой же легкостью, чтобы тебя не парило, не парило твое состояние, когда ты празднуешь. Вот ты не можешь принять. Еще раз. Тебя парят проблемы, да? Вот эти твои. А когда ты... А праздником ты заняться не можешь. В душе вот это. Да, 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 да. Ты делаешь... Как будто я не позволяю себе, да. Ну, это тебя не проблемы должны волновать, а вот это состояние. Я что-то... Не знаю, как это объяснить. Короче, как будто я себе не позволяю вот это, типа, утяжеление внутри делаю и не могу кайфануть просто. Ну, да. То есть после там, как праздник складывается, я праздную. То есть у меня на душе праздник. А тебя парит проблема. Даже не знаю, как объяснить. Надеюсь, ты как-то это поймешь. Да, девушка пишет, все отлично, но я парюсь. Вот тебе нужно, я парюсь отпустить, да, и сказать, да, блин, у меня все отлично, я понаблюдаю, я творец. Я не знаю, как это будет, что там происходит, я не знаю, как-то оно произойдет. Так же, как это, инопланетная тарелка прилетит, и все. И мне тут интересно, как произойдет праздник. Не проблема сложится, да они вообще, ну, как бы, проблему-то должна разобрать отдельно. А как праздник сложится, тебе не должно парить. взаимозаменяемые проблемы. Я подумаю об этом завтра, подсказки делать. Короче, надо будет смотреть, ты, может, выпишешь, может, еще что-то думаешь, что у меня либо в 4 утра просто башка уже не варит. Короче, тебя не должно парить, как ты будешь чувствовать состояние праздника, просто праздновать, и все, и не обдумывать его. А на проблему посмотреть... Ну что, да, она есть, как бы, но она решит. Принять не проблема. Вот меня как будто надувают, как этого бэггемота с нее. Прям вот, да, прям... А ты позитивная психология меня не парит, меня не парит, меня не парит. Но его парит, блин. Ты не можешь принять то, что тебя не парит, если я иду реально тебя парить. А проблема твоя, ну, беспокоит. Надо принять, да, меня беспокоит проблема, но я пойду кайфовать, и как сложится этот кайф, я не знаю. Но проблема у меня... Ну, как бы, с ней надо еще разобраться, у меня есть что-то, пара карт, как с ней разбираться. Вот это состояние тебе поможет выйти в состояние праздника, поддерживать вот это вот. Помнишь состояние, да? Не парься, просто... Да, да, да. И все само решится. Вот здесь у нее вот так не работает, потому что она уже так тустила, у тебя как-то складывалось, но паспорт никак не вернулся. Хотя, не знаю, сейчас как-то сложится. Может, и вправду у меня партикать. Так, вот здесь у меня были карты. Что будет страшного, если ты вернешься в Россию? Ты сама себя сожрешь. Это не для этого. Что ты себя сожрешь. И второе? Что вы тут говорили? Ну, как бы, после родов они запеленутые, могут только наблюдать, типа не понимая, что произошло. Да, да. Ты, получается, сама себя будешь есть, ну, в переносном смысле. То есть, блин, я вернула с Россией, ты себя сгрызешь, ты этого боишься. И плюс еще, что вообще происходит, что, где я, как. Вот этого ты тоже состояния боишься. Вот эти два состояния тебе нужно проработать. Что происходит, почему это классно, и почему себя ты хочешь съесть. Потому что, если это твое желание, да, то для чего? Что, какие там шаблоны, то есть, вытащить. С тобой видишь, немножко еще тяжкие. Тяжелее. Вот. Тебе надо шаблоны проработать. Для чего я хочу себя съесть? Ну, ты же в Россию хочешь? Ну, подсознательно. Если ты туда сейчас отправляешь себя насильно, значит, ты туда хочешь. А туда ты хочешь себя сожрать. Зачем ты хочешь себя сожрать? Может быть, давай ты сейчас тут скажешь. Точно? Ну, мне... Это выгода себя... Выгода себя сожрать. Ну, на самом деле, мне иногда кажется, что я недостойна, типа, в тех условиях, в которых я нахожусь. И я себя засовываю обратно в холод, на Урал, где какое-то мучение. Ну, типа того. А зачем на Урал, где мучение? Да хрен его знает. Все вот просто меня вообще жестко это напрягает. Если туда тебя жизнь столкает, это твое желание. Прими, да, это мое желание. Ты туда. Для чего? Да, ну... Зачем тебе холод в условиях? Ну, ты туда рвешься. Ну, душа твоя туда, видишь, все выкладывает дорожку. Зачем? Да, ну, по родителям скучаю, потому что не видела их года полтора-два. Сожрать. Быть в состоянии, что происходит, в шоке, чтобы было холодно, ужасно. Кто тебе это дает? Родители-то родители там? Может быть, сфокусироваться на... Ну, на действиях, которые я запланировала. Какие действия запланировала? Сделать личный бренд и продукт свой. Ну, то есть, он у меня как будто в ментале висит, а я его не выкладываю. Бренд может только там, где от холода и в ужасных условиях? Может быть, меня там ничего не будет отвлекать? Ну, типа, как здесь. Там то пляжик, то... Не услышала, Нелли. Повтори, пожалуйста. О чем эта карта тебе говорит, вспомни? А что, вкусняшки есть и пришли жучки какие-то на них? И что ты чувствовала при этом? Ну, типа, их хотелось выгнать. Зачем они тут? Вообще, я сахар не ем. Ну, ладно, пусть идёт. Что ещё чувствует с этой картины? Помни, что ты говорила. Как будто вкусняшки и пришли жучки на эти вкусняшки покушать. Подумай ещё. Ну, вообще, чаепитие — это, ну, что-то такое спокойное, ну, либо домашнее, либо уютное на самом деле. Но там какого-то фига пришли жучки, которые подглядывают при этом. У меня есть желание заниматься личным брендом, но меня везде отвлекают. Там дома я, наконец-то, сделаю то, что я хотела. Зачем ты хочешь, чтобы тебя отвлекали? Зачем я хочу, чтобы... Потому что я... Короче, типа, у меня тут какой-то трудоголизм есть, и я как будто не чувствую баланс, когда надо выйти, кайфануть, отдохнуть, а я, ну, типа, доделать, доделать какая-то жадность на действия, и я прям себя изнашиваю. Вот. А что для тебя еда и сладкое? Еда и сладкое. Еда... Я вообще люблю покушать, а сладкое — сладкое. Ну, типа... Не знаю, настроение поднять. Настроение поднять. Вот с кофе я люблю, кстати. А? Почему? Я... Ты не хочешь себе настроение поднять? Ну, да, наверное. Ну, с кофе вот прикольно же сладкое, а я не хочу, да, потому что там какие-то жучки. Нет, не потому что это глаза наблюдают. Ты под контролем сладкое. А, ну вот он сладкое. Ну, видишь, да? Да-да-да, под контролем наслаждаться. Ну, вот он может быть личный бренд. Это открытость. По им. Открытость тем, как наслаждаешься. У тебя нету баланса между работой и наслаждением. Да, и ты сейчас мечешься между теплом и холодом, между работой и отдыхом, между... То есть у тебя вот этот дисбаланс. Ты хочешь в Россию, чтобы заняться личным брендом, но ты баланса не можешь поднять. Либо ты трудишься, либо отдыхаешь. Тебе вот этот лишний отдых мешает. Он тебя в труд отправляет домой. Если ты сейчас найдешь баланс между трудом через шаблоны, естественно, и отдыхом, трансформируешь работу-отдых, да, то у тебя все сложится. Потому что у тебя идет жесткий контроль. Я не дам себе наслаждаться, потому что мне надо работать. И чтобы не работать, ты выпираешь себя в Россию. Нормально так, да? Ой, вернее, работать. И работать, и не работать. И там, и там. Жесткий контроль. То есть получается, что я лучше выпнув себя и сделаю личный бренд, потому что я на Бали много отдыхаю. Я контролирую свой отдых, поэтому пора себя выпнуть туда. Ну да, да. Ты даже не то, что отдых, а то, что я много рассеиваюсь. Ну, разные. Ну, много раз... Там концентрация работы личного бренда. На Бали отдых. На Бали отдых, тепло, хорошо, расплопассировка. Дома в России работа, центрирование. Холод. Сжаться. Поэтому ты сейчас контролируешь сладкое. Ну, вот Бали — это сладкое твое. Ты его держишь под контролем и видишь, что слишком много расслабилось, надо срочно себя выпнуть работать. Как ты можешь на Бали и расслабиться, и работать, и позволить там создавать личный бренд? Если ты сейчас это пропишешь, твои задачи, как ты там можешь всё реализовать, не отпуская себя погулять в России в холодную, а вот там сконцентрироваться на работе, если ты найдёшь путь рабочий, то ты там хорошо останешься и сработаешься. Ну, выпнуть себя с Бали ради работы, это вообще, блин, это уж надо так додуматься-то. Я контролирую свою радость, там, отдых. Поэтому тебе и Бали и мешало. Помнишь, там два чувака пели, танцевали, праздник, да? Они тебе, получается, мешают тому, что, ну, блин, много пою, там, расслабляюсь и так далее. Вот. А чуваки, которые с медведями, да, это праздник чувствовать внутри, и после как-то сложится всё остальное, и работа в том числе. То есть надо вот, наверное, в таком состоянии находиться. Все карты сейчас вот так вот у меня перемешались, и я вижу просто реально тебе найти возможность организовать супер-работу, вот прям взять и организоваться. Перестань отдыхать там, для всех делать этот праздник. А сосредоточься на работе на Бали. Как только ты там сосредотачиваешься, причин ехать в Россию уже не будет. И отпусти свой контроль на радости. Отдыхай сколько хочешь. Просто ты дозировал на себе радость, иначе надо работать. Работать тут так вот нету, есть дома. Поэтому не дозируй радость. Давай ей столько, сколько нужно. Тут тебе говорили, надо жить в кайф. Жить в кайфе – правильно. Здесь просто надо трансформировать работу, отдых, и тогда она уже поймёт, я подписчику отвечаю, что работа – это кайф. Жить в кайфе – это правильно, только кайф надо получать от работы, от деятельности. Отдых – это смена, просто смена. Пофиг чего. Вот, например, я ел суп, стал есть компот, потом есть рис, ну, вроде как, ещё можно там себя по чуть-чуть впихнуть, и потом ещё пирожек, ещё конфетку, а если я буду долго есть в таком же количестве рисом или только суп, да, я уже не смогу. Когда я меняю, я могу все засунуть. Также и с отдыхом. Перемена работы – это уже отдых. Ну, одна деятельность меняет на другую. Мы же бесконечно работаем, организм работает, тело работает, мы даже спим, тело работает. То есть принять, что работа – это отдых, а отдых – это работа. И чтобы как-то надо хорошо поработать, ну, то есть постараться хорошо отдохнуть – это тяжёлая работа, научиться нормально отдыхать. Ну, то есть тебе вот надо вот эти вот шаблоны трансформировать. Ты говоришь про организовать труд, и у меня сразу приходит на ум, что типа надо составить режим. Но режим же – это тоже контроль. А контроль нам нужен для чего-то. У тебя сейчас задача перевести в баланс работу и отдых. Поэтому составь для тебя прям вот режим. Да, да, да. Чтобы отдых с работой чередовался и прям вот так. Я сейчас тоже составляю себе режим. Я хочу утром просыпаться и ложиться в 12 часов спать. В 13 утра. Блин. Я сейчас сделаю режим, потому что мне вчера муж написал новую. Нелли, мы будем ложиться спать в 23, потому что если ты будешь ложиться позже, твоя кожа не будет красивой. Они же одеяты и там подвешены на коже. Но это было мое желание наладить режим. Не с тобой, так меня заставят. Это нормально. Короче, и не отделять кайф от работы. Вот хороший приписк. Марина прям хорошо подсказала. Не отделяй. Да. И разрешай себе кайфовать от всего, при этом занимаясь работой. И сладенькая ситуация. Это же тоже шаблон, что это вредно, полезно. На самом деле не сладкость и не разрешаешь, а вообще удовольствие. Да, тут вопрос с сахаром. Ты бы себя избавляю и не выгоняла. Так, ты была у нас последней. Вот. И этот разбор был тоже трудный. Первый был легкий, потом труднее, сложнее, сложнее, сложнее. И последний вообще самый такой взрыв мозга. И я это все на себе прогоняю, испытываю и понимаю, сколько я сейчас шаблонов разрушила вместе с вами. Блин. Класс. Я же тоже выгоняюсь до с отдыха работать. Надо, короче, баланс. Спасибо тебе, ты просто сказала мои шаблоны. Это круто. Благодарю. Я отдыхала полмесяца, не делала книжки, не делала озвучку на аудиоканалы, не запустила три курса, не написала 50 постов заготок, и не делала игру. Я, короче, себя виню, что, блин, какая-то кашка, уже полмесяца прошло, ничего не делала, я только вот отдыхаю. Ну, хотя встречи тут проводила тоже трансформационные, но все равно это было там несколько дней. Я, короче, вот поняла, что я как ты. Виню себя за отдых. для кого-то там отдых устроить типа нормально, а для себя не могу. Я сейчас просто для взрыва мозга, что ты мне показал. Спасибо. Я со всеми прощаюсь, эфир заканчиваю. Я так думаю, если интересно, пишите в комментариях, кто хочет разборы. Если интересно, я могу иногда проводить такие там раз в недельку, потому что это для меня новый формат, я еще так никогда не делала. Я в смысле и вживую, и вживую вообще никак никогда не делала. Я просто пришла на улицу, вот прям увидела игру. Это мне на дня рождения подарили игру. Игра никак не связана с метафорическими этими метафорическими картами, короче, она никак не связана вот с сознанием. Она просто играется там вообще по-другому, по-детски. Мне вот захотелось использовать для этой книги. Прикинь, ой, вот творчество, вот пожалуйста, на месте. Можно научить, монетизировать, сделать бизнес, запустить курс и научить специалист по иммонженариуму. Еще и кафануть. Да, ну я, конечно, шучу, зачем учить, вы сами творите. Вот. Все в комментарии, кому понравится, будете присматривать там прямые эфиры на ютюбе, где мы сейчас, сейчас в инстаграме. Пишите, если да, я буду проводить тогда эфиры. Если мало народу скажет, что нравится, тогда не буду. Я, короче, наблюдаю с интересом, как ты там, сейчас на Бали, организуешь свой личный бренд. И чтобы он прямо у тебя вот за месяц так организовался, то вообще было бы круто. у тебя потом отзыв, когда у тебя и паспорт восстановится, ты там останешься, и личный бренд будет. Прям отзыв, прям, наблюдаю. Я сейчас, я сейчас сижу и просто в шоке вспоминаю, что я вчера вечером ложилась и думала, у тебя консультацию по этому вопросу взять. И утром просыпаюсь, да, утром, это вообще шок, утром просыпаюсь и вижу, что ты в прямой эфир вышла. Я такая, зубы чистить, включаю, смотрю, что можно, типа, подключиться. Но я нажала на угад, думаю, ну, случится, ну, то случится. И получается, я к тебе попала на разбор по этой ситуации. Только вчера подумала. Ресурсы есть, возможности есть. Я в начале эфира еще говорила о прошлом, а по поводу денег. Как только возникло желание, все ресурсы в этот момент реализованы для вас. Все. Если у вас нет препятствия такого шаблона, что вот, у меня нет денег, или вот, где их взять, или вот, я бы лучше на что-то другое потратила, или вот надо мне, или не надо. Ну, то есть, когда идет речь о деньгах, у нас всегда миллион сомнений, правильно? Если у нас нет этих сомнений, эти деньги приходят мгновенно. То есть, неважно, какая сумма, если ты берешь листочек, ручку, ты делаешь одно действие, ты можешь написать 10 тысяч рублей, можешь написать там 100 миллионов евро. Одно действие, потрачено 2 секунды, то есть, один и тот же карандаш, один листочек, то есть, ты взял и нарисовал любую сумму, правильно? Ты же не ограничен, можно нарисовать до 100 рублей. Ты можешь нарисовать. В жизни точно так же. Мы не ограничены в материализации никакого желания. Мы его так же рисуем, нашу картинку, вовне, вот таким же способом. Если она не происходит, значит, у нас есть шабо, что это невозможно. Вы не верите в чудеса, вы забыли включить интерес, свой лёгкость, свою детскую, свою открытость. Вы не понимаете, что, блин, мир творите вы и тому подобное. Так что, у нас все желания уже исполнены. Другой вопрос, хотите вы их по-настоящему или нет? Скорее всего, нет. Вот мы сейчас нашли причину, что она реально хотела домой, потому что личный бренд интереснее сейчас, чем отдых, который есть на Бали, потому что она даже в сладком поставила запреты и контролирует своими глазами, чтобы, не дай бог, сладкую, лишь бы не переотдыхать на Бали. Ну, то есть, видишь, у тебя противоречимые желания. Вот. Поэтому я с тебя жду отзыв, как у тебя сейчас всё случится. Целую. Да, прямо в видеоформате. Пока-пока. Всем спокойной ночи в 4 утра, у кого доброе утро, всем доброе утро, я пошла спать. Бренд и паспорт это единое поле. Согласна, кстати, если будешь досматривать, да, сейчас эфир, что вот тут было написано, то, что паспорт это идентификация. Нет бренда, нет паспорта. Потому что одно и то же. Блин, круто. Найдёшь свой бренд, сразу найдётся и паспорт. Класс. Идеально, Марина, ты классно подметила. Слушайте, кого-то разбирать, и чтобы ещё поле помощников было, которые, которые накидывают просто кучу вариантов, это вообще...